Сани подпили, убили по полозьям напросто, дошли, голова об борт, 7 человек едет, 4 там разбиваются, остается 1-2 человека. На финиш приехал труп? Да. Олимпиада 88-го года в Калгари стала последней для советских спортсменов. Для ленинградского саночника Юрия Харченко она была второй в карьере. В Сараеве он стал лишь седьмым, в Калгари он приехал только за медалью и завоевал ее. Как это было, мы сейчас узнаем у нашего героя. Мы приехали, вот недалеко находимся от знаменитой школы смены, сейчас Академия Зенит на улице Верности, где все знают, что можно стать футболистом, может таким же, как Аршайн или как Дюба сейчас. Где, куда мне пойти тренироваться санному спорту, я могу где-то научиться? Сколько было санного спорта в городе? Это было у нас в Ленинградской области, было в Токсово трасса, 700 метров, где проводились международные соревнования в Новый год постоянно, каждый год, в Токсово. Так, сейчас все это нету? А там же эти дачники, будь они прокляты, все, они разобрали на дрова дачу, в 90-х годах, то есть на дрова трассу, и от трассы ничего не осталось. Как же позволили? А это предложили городскому Спартаку, а трасса была. Она не городу, а городскому Спартаку принадлежала. Потом в Низино, было там Зенит, Трут. Там тоже разобрали на дрова? Это было вот три трассы, где занимались санноспортом. Скорти, сколько скорость? С какой скорость санки летят? Самая высокая? Ну, вот и лечь три. Когда я катался, да, это Альтенберг под Дрезденом, там где-то сверху по чистым льду идешь где-то в 155. А немцы? 155. И в Санкт-Морице тоже где-то около 150-140-150, там едешь. Если на такой скорости слетишь санок, то мало не по концу. И оно и сейчас еще в Ванкувере, и в Сочи получается. А что делает санночник в первую очередь, когда слетает санок? Он что, голову закрывает? Нет, нет, нет. На дворах нет, он когда падает, самое главное, что, во-первых, если ты падаешь, и не отпустить сани, чтобы потом сани на тебя не упали, или они поперек не встали, чтобы в них не врезаться напросто. Поэтому надо ловить сани. Потому что обычно на трассах, на финише, кон-тру-кон, как в Сочи, в гору. И поэтому сани оттуда едут, а они обратно потом поедут. Если ты не будешь думать о трассе, на просто очень большой шанс, что ты упадешь. А чувствуешь, когда ловишь борт? Да нет, ну там, в принципе, на просто, ты, там дело в том, что когда ты едешь на санях, в отличие от Боба. Ты же лежишь, ты же практически ничего не видишь. Да, да, так там в этом и заключается мастерство, чтобы ничего не видеть. Вообще просто ехать полностью расслабленным. Потому что как ты только напряженный будешь, сразу сани полетят в борт. А глаза закрываешь? Или на небо смотришь? Нет, смотришь просто, едешь и боковым зрением смотришь по сторонам, что происходит на просто и прочее. И думаешь, что надо в следующий раз что делать. Но когда ты заезжаешь в вираж, ты уже чувствуешь по перегрузке, когда тебя вдавливают в лед, сани в лед, что, ну, какая скорость. Потому что перегрузка там на некоторых виражах, на некоторых трассах до пяти же. Ничего себе. А где тяжелее? В одиночках? Вы только катались в одиночках. Я в Дуке тоже катался. Где тяжелее? Ну, двойка это примерно как грузаик по управляемости, а одиночка это как мотоцикл, скажем так. И одиночка, естественно, быстрее едет, а двойка медленнее, она ниже стартует. Я катался и первым номером, и вторым номером Дуке катался так и так катался. Но одиночка, конечно, сани сани быстрее намного любит. Когда вы падали, была бы там боять после выходить на трассу? Как вообще это может перебить, как преодолеть? Ну, пока ты чисто не проедешь, это не поймешь. Потому что есть места, где вообще просто невозможно проехать. Ну, вот у меня такой был случай в Швеции. В земле прокопанный окоп такой, и залит ледон, ты несешься в этом окопе ледяном. Ну, там скорость, может, небольшая, кеатра в 120. Ничего себе, небольшая. Да, ну, для сани это небольшая. Плетешься. Да, и там предпоследствием виражем два маленьких виража, называется Динь-Донг. И обычно из-за этого на такую скорость не выйти, влетает следующий вираж, бьются лицом. И маски раньше были стеклянные, они лопались. Не стеклопластик-то лопался, и пол виража в крови. Ну, вот, и там все время... Вот я на животе приехал, хотя там до этого вместе на Чемпионате Европы в 86-м году первый шел. На животе приехал, стал четвертый. Ну, вот, именно там. А так была самая опасная трасса еще, это Блэк-Плэсси, старая, которая построена была на Олимпиаду-80. Второй вираж, это был смертельный. Второй вираж, не последний какой-то, а второй. Там был разгон, как с трамплина, она просто. Ты подходишь к второму виражу, у тебя скорость уже где-то 125-130. И там просто вираж огромный, пятиметровый. Там больше 5G была перегрузка, тебя бьет головой об лед, ты теряешь сознание, летишь по воздуху в следующий вираж. Если в воздухе перестроился, ты попадаешь на полозе. Если нет, до свидания. Там был Чемпионат мира в 83-м году. На старте, как на спирт собирались. Никто не погиб? Нет, никто не погиб. Ну, смертный случай, конечно, тоже очень много было. Мой друг погиб в обер-после, Норманд Ташкас, в Царство Небесное, в 83-м году. Но раньше, сейчас катается в больших шлемах, в таких увиксах. А когда мы катались, мы катались на голову, одевали такие, брали детский шлем, но 40-й детский, 50-го размера или 48-го. Вытаскивали полностью внутренности, пластмассовый корпус только одевали на голову. Для аэродемической формы. Так. Потому что если голову поднимет, то не было сопротивления воздуха. И ты чувство страха уже теряешь, и на тренировках некоторые начали кататься в таких маленьких шлемах. Он упал с выхода с 11 на 12-й вираж на борт. И шлем. Да, шлем, голова, борт на финиш. Шлем не выйдет. А то есть на финиш приехал трюк? Да. Норманд Ташкас. Да. Он очень хорошо катался в одиночке и в двойке. Вторым номером. Это мы были вместе с ним в молодежной сборной. Просто я очень хорошо знаю. Мы, пренеры, вместе боролись. И потом вместе попали в молодежную сборную. И он упал за ЦСКА, за Динамо. И такой несчастный случай. Вот именно из моих близких спортсменов. Ну и даже сейчас в Сочи это просто ужасно. В том отношении, что трасса-то хорошая, только не для молодых спортсменов. Потому что там уже столько народу побилось. Но не на смерть, конечно. Вот в Парамоново... Я слышал про этот раз. Да. Сколько там косяков было. Да нет, дело в том, что я просто, если коротко могу сказать, что приехал на эту трассу. Мне позвонил бывший главный тренер сборной силаков. Приезжай на открытие. Я приехал туда в 3 часа ночи. На машине приехали. Я, мой младший брат, потому что он тоже выступал за сборную молодежи. Но он был четвертый чемпионат мира в двойке. И Сергей Соломах, он двойки тоже катался, был в сборной. Я в 3 часа ночи прошелся по трассу. Потому что должен утром в 8 утра приехать Медведев на открытие трассы президент России. Тогда еще президентом был. Да, да, да. Я был просто в шоке. Дело в том, что там Парамоново была раньше старая деревянная трасса. Там очень маленькая высота. Нет высоты 100 метров перепад высот. И там скорость, в принципе, маленькая. И там они построили самое большое кольцо в мире. Там в диаметре, наверное, метров 120 или 150. Просто там так ты едешь 80 км в час. И там оно тормозило чуть ли не до 50. Ну вот просто. Но дело в том, что виражи, которые спроектировал институт механики. Ну вот, если честно, конечно, я не знаю, почему они до сих пор не прислезают ответственность. То есть как бы санычники, скелетонисты, бапселисты ездят по вертикальным виражам. Там построены наклонные виражи. Вот такие наклонные. И получается то, что если ты неправильно делаешь траекторию, ты в конце бьешься в бетонный козерек. Тебя не центральный бежевый сил все равно вынесет. Весело. Да, и там скелетонисты сразу отказались кататься. Там вот один парень... Конечно, головой ты влетишь. Да, вот один парень из Кемерово, по-моему, если не ошибаюсь, разбился. До сих пор он перелом основания черепа. Не знаю, что с ним судьба. Канадец полгода лежал в больнице. Она просто тоже там, по-моему, перелом основания черепа. Ну вот, когда были там Кубок Мира. И когда я приехал, я подошел к Демченко. Я говорю, почему ты, когда ты действующий спортсмен, он еще был действующий спортсмен, почему ты, когда было заседание этого комитета, не мог сказать, что виражи, в принципе, неправильные. Там надо полтрассы было, виражи надо их поднимать вертикально. И что он ответил? Он говорит, один раз как бы что-то сказал, потом побоялся выступать, сказал, нет, Вадима, не лезь на пол, и все. Ну, а так, я говорю, что это Шахназаров, который сейчас в федерации состоит из института механики, вот это они, их институт проектировал, вот это их ошибки, я не понимаю, почему они до сих пор за это ответственность не понесли. Ну, потому что сейчас трассу, вроде бы, говорят, что они хотят ее опять восстановить, но дело в том, что в плане виражи уничтожать, они неправильные. Ну, это очень дорогостоящее, я боюсь. И самая главная ошибка, самая главная ошибка, а, ну, кстати, дорогостоящее. Когда Медведев выступал, и он сказал, что на трассу было потрачено, по-моему, 2,5 миллиарда рублей, и там по тому курсу где-то 63 миллиона долларов трасса обошлась. Так, это дорого? Нет, Сочи дороже, конечно, думаю, больше 100, думаю, обошлась она в Сочи. Ну, вот, допустим, в Сибулде трасса построена была в 86-м году, мы ее испытывали, на нее было потрачено, по-моему, 16 миллионов инвалютных рублей. Это примерно, может быть, там 20, там, примерно 20 миллионов долларов. Это было, ну, временно, конечно, большие деньги. Но самая большая ошибка, то, что все трассы в мире, они охлаждаются аммиаком. А они, кому-то абсолютно идиотская идея пришла в голову, чтобы в Парамонову трассу построить, надо, чтобы она стояла фреоном, дышит теплым воздухом, и сразу и не покрывается лед. И не это же враг. Да, враг, да, да, это раз. И, вторых, дело в том, что просто трассы ставят на опорах, то есть продавайте теплым воздухом. И когда было это открытие трассы, это показуха была, то в 3 часа ночи было минус 5. И не хватало мощности это самое фреона заморозит бетон. Заливали это самое водой, потому что, когда искусственный лед, он белый, такой, он как молоко, а когда шланга плевают водой, просто он черный. То есть после открытия там черный лед? Нет, я пошел по трассе, видел, что 2-3 виража было с черным ледом льдом, то есть его не хватало мощности, чтобы он замерз. То есть они просто, а если бы не было ночью мороза, не было бы открытия, тогда бы там сразу всех бы на кол посадили бы. Ну вот, именно тогда. А проехал сухароченько на Бабье, якобы все хорошо, получил квартиру Дмитрия, но ни за что, ни про что, напросто. Ну и торжественно можно трассу было закрывать, а этих всех надо посадить, естественно. Ну это и мое мнение, отобрать паспорта, ну там все бегло биджамов, которые сейчас скрываются в Англии, Шахтазаров, которые сейчас сидят в Федерации самого спорта, ну вот, и прочие, которые это все проектировали. Поэтому я говорю, что Парамоново – это просто боль. Вы сказали, что Парамоново – ваше боль, я хочу еще про другую боль спросить, про Сараева. Мы общались с Дмитрием Бочкарем, который тоже туда ездил, он рассказывал, что перед отъездом в сборную собирали мавзолеи на Красной площади. Вы ходили туда? Нет, нас себе, мы, они, может, не в мавзолеи ходили, а мы ходили, у меня есть эта фотография, мы ходили у Олимпийского комитета на Лождецкой набережной. А накачки были какие-то специальные? Вы должны это не подвести? Нет, а дело в том, что просто, ну, как бы я, как раз эта трасса, получается, одна из моих любимых, я там как раз выиграл за месяц до Олимпиады Кубок Мира, и два рекорда трассы установил, все проще. А как же, а после этого седьмое место? Это я тогда и уже первый придумал, что она кататься на тупой заточке, не на острых санях, а они чтобы острые, но были вот с таким наклоном. Так. Это для того, чтобы полознь не прыжать в лед. Но когда едешь по быстрому льду, ты не погружаешься, ты быстро едешь. А когда снег, у тебя большое прикосновение со снегом, и начинается тормозить. А там пошел снег. А там пошел за путь со снег, я подошел к главному тренеру, Сергею Васильевичу Алексею, и говорю, Сергей Васильевич, ну, шансов нету, потому что у меня сани по снегу не едут. А в те времена было, с полозья покупались только в Австрии, на фирме Гассер, и, естественно, никому не дадут, типа, по двое полозьев. Это и сейчас в сборной там по пять полозьев имеют. А тогда только один полозь, и вот катаюсь три года. Приграли олимпиаду? Ну, да. Дело в том, что просто как бы шансов как бы не было, а мне получается, что было 21 год, а тогда был граммов прицелец спорта комитета, а это по тем временам, я считаю, что ты, если ты нет на олимпиаде медали, скажешь, ты можешь заканчивать было. 21 год? Это сейчас кажется абсурдно, а тогда сказали да. Тогда же было, какое было постановление в 84 году, что если ты не мастер спорта международного класса, не в сборной, не на Кубке мира, не в призах, то тебя выгоняли автоматом. И поэтому все, кто у нас выступал в сборной Ленинграда, они все закончились в 84 году. Все спортсмены, которые были в сборной, то есть не было результатов на Кубке мира, всех выгоняли. И куда люди шли? Тренерами работали здесь в городе. Вот саночники наши питерские, Терещенко, Шугуров, Петров. Вот куча тренеров, которые были в сборной, то есть спортсмены, они стали в сборной в СКА работать, в Спартаке работать, в сборной города. Все, и курсы застали уйти. Завьялов, вообще всех-всех-всех. После Олимпиады, вот вы остались после Сарава, седьмое место. Ну, было катастрофа. Надеялись, что еще докатайтесь до следующих игр, при той конкуренции, что была сборная? Да, это была конкуренция, вообще астрономическая была. Все проще. Дудин, Данилин были второй, третий. Дудин, Данилин, они были сразу второй, третий стали. Я седьмой, бурмистров, там из Братска была целая команда, который канал величка Вячеслав Саныч. И вот сейчас бурмистров, работа тренеров в сборной, механиком числятся, но он как тренер, Павличенко тренирует. Вот он сейчас чемпионный мир стал. Ну вот, там еще бурмистров, четыре человека было из Братска, а потом вот из Питера сказал, Завьялов, Терещенко, но Шугоров, там много людей было из Москвы, украинцы, латышей, латыши были довольно-таки сильные. Расскажите, замечательную историю, слышал, как армяне переодели мальчика в девочку, что это было за история? Это была спартакеда народов СССР в Свердловске, я как раз тогда не участвовал, я на следующей спартакеде сразу участвовал. Мне ребята рассказывали, что принцип такой, что у армян ребята довольно-таки сильные были. А девочки слабые. Да, и юниора были ребята, а девочек не было. И тогда взяли красивого мальчика, переодели, намазали гобы, разрезали мяч, сделали грудь ему, все проще. Сколько же девочке лет было? Тогда должно быть где-то лет 14, все проще. А, ну нормально, тогда мяч можно. Да, по армянским меркам это должна быть большая грудь почему-то. Ну вот, и тренер сборной Северной области, Майер, насколько помню ее фамилию, он сказал, ну не может быть, что в 14 лет такая была большая грудь. Не может быть. Прокололись в мячах. А там дело в том, что старт, юниоры откуда катались, не был старт в доме, где негде приодеваться. Они приходили одеты, скидываешь куртку, садишься и едешь. Там не было где на улице раздеваться. Поэтому все, они приходили в комбинезонах. Уже все одеты уже были. И что, подошел, расстегнул комбинезон? Нет, а привезли вот этот самый на финиш, финишный дом, застали раздеться и команду дисклифицировали. То есть все, оказалось, что девочка это мальчик. Ну там целый был, целый поперек. Украинцы там были, вообще беспредел устраивали, когда они повесили на засечку, фанерку и за веревку дергались за там 50 или 70 метров. И они рекордный трассы ставили. хохо, какие жулики. Да, и все попали в сборную. Потом, но в связи с тем, что это вообще политическое событие, спротеки от народов СССР. То есть это надо было к неосновения, но это никто не стал делать. Их пришлось брать, взять украинцев. Двойки там особенно были. Ну, естественно, и женщины. И ровно несколько сторон они прокатились и потом сразу же их выгнали всех. Олимпиада в Калгари это все-таки Канада, Северная Америка. Много с вами ездило КГБшников, которые следили, чтобы никто, не дай бог, не остался там. Нет, кстати, у меня тут как раз дочки спросили, когда я выезжал за границу. Почему папа-то не остался? Нет, они мне спросили, как было сложно или нет. А я говорю, я очень хорошо помню, что это было в 80-м году, в 80-м году или 79-м году мне сказали, что надо прийти в центр города, где-то на вроде Загородного проспекта, насколько я помню, было. И там сидели старые коммунисты лет по 80, и тебе задали вопросы, там где-то, откуда, где бабушка похоронили, дедушка. В каком году Ленин родился? Ну, такие всякие вопросы, комсомолистник, комсомолист и прочее, прочее. Тогда тебе в паспорт ставили, разрешен выезд, и после подавали документы на это со мной. А на чем можно было срезаться? Ну, я не думаю, что там, да, о чем-то. Дело в том, что просто, но у меня не было родственников ни за границей, нигде, она просто поэтому... Это хорошо. Да, и так далее. А так, а вот потом были проблемы, вот он лично меня, два раза, кстати, это было в 83-м году. Дело в том, что я учил в школе немецкий, и хотел английский, но в школе не учил немецкий. Получилось то, что когда все, кто занимается санаспортом, это все немецкие и личные страны, Италия, Австрия, Германия, и американцы, и канадцы, и все говорят на немецком языке. И поэтому у нас несколько человек, кто говорил по-немецки. Ну, и я в том числе. И общался с детенцами, не только с ГДР, но и с ФРГ. Ну, и у меня была симпатия там с одной девушкой, все прочее, но и сеньоркой. Мы по иером, когда выступали, в сборной с ФРГ. Да, все прочее. Ну, естественно, кто-то там на меня стучал, и в 83-м году, перед Олимпиадой в Сараево, мне закрыли выезд за границу, и... Узнали потом, кто-то нас стучал. Ну, там несколько человек. Один из них такой, у нас потус стал старшим тренером, который мне не взял в команду на Либербиль, хотя мне был лучший результат. Это и пушам стил. Да, 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 он мне отомстил. Ну, и... И ваш роман закончился? Нет, мы там общались, но я просто потому, что это самое, что тренер, даже старший тренер, знак протеста, сказал, что он не поется с командой. Кстати, это было так вообще его волевое решение, что пока не дадут разрешение на выезд мне. То, что узнал, что мне очень хорошо краса нет перед Сараево. И вот я на несколько этапов Квокумира пропустил, и меня как раз взяли перед Новым годом, я сразу в Сараево выиграл с рекордом, но и тогда все нормально. Ну, и потом, в следующий раз мне был запрещен выезд, это, по-моему, 86-й или 86-й год. Тоже за любви. А там опять какую-то гадость мне наговорили, написали все прочее, что я такой, как бы шпион, скачу свалить, или что-то еще. Что-то, да. Как же, это предолимпиада было Калгари и прочее. Валерий Федорович, я сам имя не буду говорить, но я до сих пор помню, сам бывший футболист. Классный очень мужик. Он с нами ездил в Сараево, а потом он же с нашей командой ездил в Калгари. Он просто сказал, что если там, ну, я всюк о тебе знаю, вообще все подноготно тебе. Кончился тем, что там кто-то опять начал у меня что-то говорить, мы ехали, помню, в Сараево, он подошел и там одному нашему спортивному врезал. Да, ну, что он знал, кто пишет. Я так понимаю. А что, какие основания? Такая конкуренция была большая. То есть на вас писали, чтобы вас выкинуть из сборной, да? Да, но дело в том, что просто когда это не помогало, там просто сани подпили, вбили по полозьям напросто, потом в Шереметьево приезжали в порту, ну, там говорят, пошли там, посетим в баре, там кофе, давай поглотку шампанского выпьем напросто. Ну, естественно, звали тренера, что прочее, сидишь с бокалом шампанское, напросто, вот, видите, он алкоголик напросто, он там шампанское пьет, напросто, и все, тоже выкидывали. Ну, в общем, все только не делали, если честно. А что можно написать человеку в основании, что он шпион? Что вы могли вывести? Технологии изготовления саней? Ну, там, когда сказали, чтобы человек выездил за границу, она просто положилась там в сумку, она просто жена в плейбой, и все, до свидания, человек не выездной. Ну, образно говорю, тогда же было, у нас же запрещено было. Даже я могу, так сказать, в такие случаи, даже, вот, я бизнесом занимался, и к нам у директора приходит его знакомый, а тот занимался ларьком, когда начало 90-х годов, когда у нас еще было какая-то статья за порнографию, или что-то еще, он смотрел порно в машине, в машине сидел порно смотрел, ну, это во времена СССР еще было, ну, естественно, его КБшника накрыли, и дали ему там 5 или 8 лет тюрьмы, и он, когда вышел, 5 лет тюрьмы, я тоже смотрел порно? Да, в своей машине, а это было запрещено, и он говорит, нормально, я в тюрьме сидел, а сейчас это в каждом нырке подается. За год до Олимпиады в Калгаре на Чемпионате мира вы не попали даже в шестерку, вот тот же Данилин был третьим, да? Проходит год, и вы влетаете на педестал. А вот я делаю в том, что вот я вот и говорю, что... И вы вылетаете бронзу в Калгаре. Да, нет, объясню, смотрите, там ситуация была, в общем, такова, что, в принципе, на просто, видимо, мне какое-то чутью подсказало, что я вот еще перед Олимпиадой Сараева, ну, если взять сани, ну, так вот, полос металлический, ты едешь вот на... Вот лед, ты едешь на таком угле, ледяном, ну, вот, ну, угол, и ты касаешься. Но дело в том, что я сделал, начал тупые заточки такие делать. И вот на чем сейчас поступают все сборные, вот сейчас, а это я еще придумал, еще в 82-м году, начал делать сам. Сани не ехали, а вот трассы, где вот Данилин стал третьим, в Винтерберге, там, если ты попадаешь в Ини, или чуть-чуть заезжаешь куда-то, там, где Ини, или даже не снег, они, допустим, Данилин и Дудин катались на острых полозьях, я катался на тупых полозьях. И когда быстро лет... Для Калгари ваши полозья лучше подошли. Это лучше, это раз, а во-вторых, еще у нас была бешеная конкуренция, кроме Данилина, Дудина и меня, там еще было Бурмистров, Устюжин. А на Олимпиаду ехали трое. Да, тогда любая задача была стать главного тренера, тогда был Величко Величислав Саныч, его своих спортсменов поставить. То есть, чтобы Данилин точно едет, не надо было и меня любым способом убрать. И тогда мы приехали в Калгари на Олимпийскую неделю за год до Олимпийских игр. Там, говорят, будет два контрольных заезда, по ним определяется, кто будет в группе сильнейших первой двадцатки, а раньше была группа сильнейшая двадцатка. Все остальные, там было 50 или 60 человек. Остальные потом уже по разбитому льду. Да, и все приехали. А когда мы туда приехали, в Калгари, я понимал, что это у меня последний шанс показать результат. Если я не показываю, то у меня точно уберут из команды. И на Олимпиаду вы не едете? Да, нас поселили напротив Олимпийской деревни в Калгари университета. Но я подхожу к руководителю делегации и говорю. Ну вот, я говорю, знаете, так и так, что все равно они очень ответственные за год до Олимпиады. Я не хочу жить ни с кем спортсменов, потому что, чтобы не было мирной обстановки. Я хочу жить в одноместном номере. Он говорит, что, Карченко, совсем обалдел? Какие одноместные номера? Я говорю, значит, если вы меня не силите в одноместном номере, я был жить в холле. Я никуда не пойду. Ничего со мной не сделайте, но по-моему. Но в усикшок меня поселили в одноместном номере. Когда уже дошло до дела, до соревнований, надо было на тренировке два контрольных заезда проехать. Его задача главного тренировка меня убрать из группы сильнейших. Что он делает? Он объявляет, что два контроля заезда, мы все готовим сани, мы едем, я проезжаю. Я не помню, был второй или третий. Я проезжаю, задача выполнена. Я попал в группу сильнейших по рации. А был со мной мой личный тренер тогда еще, Осипов. Он объявляется по рации, что мы должны ехать еще третий заезд. Потому что его спортсмены не попадают. Им надо еще было что-то 10 заездов ездить, пока не попадут. Да, да. Я так и парацей говорю, я Вячеслав Саныч, я говорю, я больше не пойду, потому что я поеду просто как тренирующий заезд одеваю тренирующий комизон тряпочный. Он говорит, нет, ты поедешь. Я не поеду, все. И мой личный тренер мягко говоря, мне туда предал и говорит, что если ты не поедешь в боевую кгипировку, мы приедем в Москву и разведемся с тобой в Динамо и на концертное собрание. Я говорю, значит так, Сергей Васильевич, я с вами больше не работаю, до свидания. Ну и все. И я проезжаю, я проигрываю. Я проигрываю. Он ставит своих спортсменов, этот Величко, тогда главный тренер. У меня стартный номер 45-й. 45-й. Я стартую больше, чем через час от группы сильнейших. Но я понимаю, что шансов никаких надо просто лечь полностью, вообще не смотреть, чтобы это самое просто, вообще расслабиться, даже голову не поднимать вообще. И очень оставит стартую 45-й уже по Акаши, скажем так. Я становлюсь где-то примерно 10-й сразу же. Дудин, Данилин где-то примерно 5-й, 8-й. Примерно. Вот так вот. Следующий зафель я показываю лучше результат. Я остановлюсь уже 5-й. И они отлетают. Все эти наши бурмистров и устужим улетают за 20-ку. Ну вот. А должно быть 4 заезда. Третий заезд еду. Я уже опять лучше результат показываю. Я остановлюсь где-то 4-й уже со 145-го номера. И 4-й заезд отменяет. Ну и как бы все. То есть я слава богу, но чемпионат СССР я еще выигрываю. То есть не попадает как бы в команду. Но с вами личным тренером я уже все не контактирую. И у меня вдруг пропадают сани. Ну и подходит ко мне опять старый новый тренер Алексеев и говорит, что я слышу, что сани пропали. давай я найду вместе работать. Я говорю, мне нет тренера, давайте. И вот старший тренер стал моим тренером. И он сказал, я тебе создам максимум условий, ты будешь жить один со мной с кем хочешь. Хоть массажист и все прочее. Лишь бы только ты показывал результат. И он еще финансы меня поощрял. По тем временам были очень большие деньги. Он сказал, что лучший результат 100 немецких марок. Рекорд 200 или 300. Кубок мира выигрываешь еще 300. Я просто шуровал на всю катушку все заезды и ровно за месяц до Олимпиады мне опять сани остановились. Это был чемпионат Европы в Кенигзее. Шестой или седьмой на Европе в Кенигзее. Это моя любимая трасса. У меня там куча рекордов трассы. Мы приезжаем на Олимпиаду в Калгари. Я думаю, может сани там поедут. Потому что все-таки я хорошо на Олимпийской неделе. Опять одеваю уже 2-3 заезда сделали. Осталось 2 заезда до соревнований уже на Олимпиаде. Ну и ко мне подошел старший тренер и он сказал что надо помочь мне. Он мне привез банку икры килограммовую ешь сколько хочешь все проще. Немцы мне все заведовали что я в столовой в Олимпийской деревне приходил и ел икру только ложками проще. Ну я сани разобрал все смазал и сани вдруг поехали. Знаете в Калгари было 4 заезда и все были в разные дни каждый день проводились. Вы все время шли третьим. Нет второй даже. Сани с собой вы забирали когда спали? Они в номере конечно стали. Не оставляли до трассы ни где. Это бобсист оставляет бобы коньки несут номер делают а мы сани привозили с собой. Да прям в номер приносили и в номере делали. Ни в коем случае потому что уже сколько было этих случаев. Вы опередили в итоге на финиш немца Томаса Якоба но проиграли немножко Георгу Хаклиу. Чего было больше? Радости от бронза или того что не дотянули до серебра? Нет там дело в том что просто ситуация была такова я сказал что я катался босиком все катались в обуви а я катался босиком. Но вас не смотрели как на сумасшедшие? Смотрели конечно потому что пятку можно было разбить на финише ну вот я единственный катался босиком ну вот и на был идти ва-банк и когда на старт я вышел на санях рога находится и этот каменезон мне зацепился за рог я когда сделал старт и я еще пенгина оттолкнул меня шипами ото льда и я еду и думаю ну все потому что разница была очень маленькая я вот еду чувствую сани ну как бы там обычно чувствую что сани чуть взлетают едешь я чувствую взлетает и мне ветром сносит в борт я думаю лишь бы только не дергаться пускай чуть снесет чуть-чуть позже зайду но не потому что если бы я начал управлять юзом сани до свидания и когда только полозим коснулся уже кольца я понял что все самое трудное я проехал дальше я опять лежал уже спокойненько до финиша доехала и все борт а родина как-то отблагодарила за бронзовую модель да спасибо они дали квартиру мне двукомнатную да двукомнатную квартиру дали помогли купить тогда было очень дефицит мебель машина да машину дали ну естественно купить без очереди потому что раньше же были очереди там люди стоят на заводах по 20 лет деньги прямо на Олимпиаде давали за третье место там 1300 долларов год назад вы жаловались что Альберт Демченко собрал сборную всех своих родственников создал приемственность сейчас стало лучше или все так же клуб Демченко держит сборную ежовых рукавицах там не клуб Демченко там дело в том что они так себе перепугались если честно просто жутко потому что если честно это просто вообще ужасно даже сейчас сборная состоит там единичные люди кто вообще понимает себя на спорте президент федерации она вообще ничего не понимает она ей досталась это должность по наследству ты Елена Гард а зачем она взялась она не понимает ну я так понимаю что ей должность досталась по наследству учитывая там же как бы в Минспорте какая принцип задача видов спорта много надо чтобы бизнес помогал она вроде бы наследника наследица это фирма ГРМ якобы будут вкладываться туда деньги но если никакие деньги никто не вкладывается все эти деньги катаются за счет Минспорта то есть отдала все на откуп Лемченко а он собрал своих братьев да всех братьев мягко говоря не очень умных ну вот и досье взять такая ситуация что когда он еще уже закончился еще спортсмен он выступал еще за ЦСКА на чемпионате России мне позвонил главный судья соревнований и говорит Юра ты же знаешь что ситуация случилась только никому не давай интервью мы с Альбертом поговорили чтобы это все замять в Минспорте и прочее а ситуация была такова ему надо любым способом было выиграть он подговорил своего брата чтобы тот взял насыпал между первым вторым виражом там же тенты висят такие и пластмассовую крошку чтобы затормозить скорость начальную скорость все потери на маленькой скорости когда на большой скорости минимальные потери он насыпал но все равно Павличенко выиграл ну вот и это никто не видел наградили все улетели а камеры да а судья на финише он увидел это все он взял этот диск и привез в Минспорт начался грандиозный скандал мне позвонил судья главный соревнований Люба Белокур из Москвы говорит Юра ты знаешь я знаю пожалуйста только никому не давай интервью почему потому что это просто будет грандиозный скандал такой позор для основного спорта я говорю хорошо я тебе обещаю не буду давать уже время прошло сейчас уже можно это в каком году было это года 4 или 5 лет назад то есть после уже Сочи да наверное было после Сочи да ну в общем вызвали Минспорт там всех его и прочее прочее но решили соревнования не отменять хотя если честно надо было заставить отменить соревнования и Демчика заставить оплатить соревнования всех приезд спортсменов по новому провести чемпионату просто это просто позор а Демчика хоть извинился? не знаю по-моему у него вансовести даже не хватает элементарной за это извиниться а брат? а его торжественно выгнали вот его он работал на трассе его выгнали так как в Пенчане был еще один брат да еще сколько их там? 4 или 5 по-моему там же спортсменов сбунтовались против него все потому что учитывая то что просто он абсолютно самодура проходит собрание сборной России он просто на собрании орет я Демчика мне на всех направляют все же скалатую будет ничего никого не хочу слушать все прочее тиран прямо ну да ну и спортсмен говорит пошел ты подальше сам сидят тренируют и все мы будем заниматься сами по себе у нас есть личный тренер и так далее его спрашивают на собрании почему ты тащишь своего брата он уже никто извать его никак он даже на своих не катался он на собрании сказал мне на вас наплевать на ваше мнение на всех не надо чтобы мой брат чтобы получил заслуженный тренер России Демчика же еще и сани делает да делают они сани но сейчас получается что лучше сани делать бурмистров сборной также принцип такой выделяются деньги в Минспорте раньше это было сегодня у Демченко выделялось примерно около 30 миллионов вот я могу подоставить в год на развитие санноспорта то есть федерация должна заниматься развитием санноспорта то что она ничего не делает абсолютно то есть допустим Эдгард который достался по наследству федерации она просто ничего не делает если зайти на сайт федерации сани там просто фотосессия ее вот она в юбочке вот она в кофточке вот она с Путиным я сейчас сегодня зашел посмотрел с Путиным с Медведевым еще с кем-то напросто ну хотя задача федерации развития санного спорта а не фотосессия в Кемерово в которой была построена трасса там бетонный вираж где-то года 4 или 5 назад он провалился обвалился и там нет где тренироваться и там тренируют этими спортсменами заниматься Паутова она обратилась к федерации той же Гард помогите выделить какие-то средства чтобы поднять вираж не очень большие деньги ну да дело то что ее послали на три буквы она потом такой пример обратилась к федерации Кемерово Гемченко помочь с санями потому что денег нету хоть сделай обтекатель один бесплатный он говорит а сколько у вас денег есть он говорит у меня у нас есть 400 тысяч рублей говорит за 400 тысяч рублей я только вам могу продать болты металлические своим именем ну вот Гемченко фюберже а есть такие же болты ну просто видимо он сам себе делает напишет видимо там гравировка Гемченко фюберже металлический болт на посту за 400 тысяч только два болта могу вам дать все проще вот это не из кемера вы сообщили представляете это просто кошмар какой-то так а почему никто Гемченко не урезонят нет сейчас его урезонили уже и все уже после этого там уже дошло до того чтобы его уже убрали с главного тренировки сейчас он остался как бы старший как бы старший все прочее но естественно спортсмена бурмистр Павличенко там и там еще его один из спортсмена они не тренируются с ними все прочее поэтому там разделение все хотят получать за 1 такие лет ты за них получаешь твоя свои спортсмены ты можешь выступать за Москву за Киркутск как выступило Зубков там за иркут за московскую область за саранск квартиру путь и за сочи квартиру получил еще он за четыре региона получил молодец кстати про зубкова вспомнили уже недавно баллотировался на мэре братска по я был сам удивлен сам удивлен это проще но и проиграл по водам да ну бегу что я сам чечни стопис это просто мне бакс листа позвонили и рассказали что я была эта новость была вот неделю назад это вот нет позвонили сказали что были выборы когда всеобщее выбрали в россии ну вот он же своим другом мэром переругался там все прочее который мы там везде все помогал в этом братский на просто и естественно этом но проиграл но человек такой он и его жена там вообще просто до вся пиоз полный когда он был тренером там и прочее проще кто с ним катается кто пишет и тренером она же тренер сама не знает какую страну по стадиону бегать как быстро в левую ли вправо напасть а там вообще ты отдельные истории там на думаю что на отдельную передачу а кто более сложный человек зубков ой де а примерно они одинаково образование так думаю хотел встретиться зимой когда нас значит назначена у вас спорткомитета сантьюк наталий она тоже в олимпийском союзе составил я когда узнал что достал представлен спорткомитета города хотел с ней обсудить это все прочее я записался секретарше позвонил сказал кто я что сколько ждали по его они сколько даже не перезвонили а искать что мы тебе призванием когда ты должен прийти и они так не призвать скоро зима могут перезвонить вот сейчас эти спортсмены туда как докатается до олимпиады в пекине да а потом кататься через три года до кататься больше будет никому потому что в петербурге школы нету будет раз нет школы очень много трениров даже люди которые работали было бы трассе мы детской группы набрали бы занимались в москве парамоново трассы закрыта но очень но трассы тоже не футбольная коробка там или хоккейная же не построишь просто так том-то и дело сколько гард стоит у власти но президента хотя есть честно на самом спорте конечно вообще ничего не понимает абсолютно ничего но очень умная в административной работе создал такую структуру в этой федерации так что когда были у весной выборы и мне позвонил бывший главный тренер силаков предложил чтобы я выдавил свою должность в президент федерации и потом я уже начал выяснять эту структуру там оказывается так все сделано что члены президенту кому она скажем сроки и она кормит им зарпаду выдает на просто они же не про угол голоса и поэтому там одна единственная ольга тихонова главный тренер сборной москвы проголосовала против а все остальные как бы за там и оттуда я просто никакие способы не выгнать если сама она не уйдет по какой-то причине на просто потому что они не уберут сверху да но потому что за нее федерации глазуют федерации такие как краснодарский край и ни одного спортивного нет но и федерация сам спорта на иметь право голоса но самое главное то что вот эти люди кто докатаются сейчас в это они же уйдут и нету новых как таковой вид откуда они появятся в том передела а задача какая вот я когда не силаков позвонил вот я говорю вижу что он выделяется минспортом ежегодно по 30 миллионов по полмиллиона долларов ягу надо обратиться в германию там из завод по производству пластиковых трасс детских по 300-метровых я гранате деньги купить хатору трасс хотя бы первоначально в питере москве поставить что дети начать учить потому что я с тихонов разговор с ольгой ангет тренировать негде и опять их набирают допустим группы 15 человек ну маленькие дети там восемь-десять лет вижу и в сочи они видят этот раз у них ужас вот такой глаза конечно они сразу отказываются половина 7 человек едет 4 там разбивается остается один-два человека потом я прикажу опять начальство вот новый список а где те остальные 15 там же сразу же люди перепугались и прочее нельзя детей учить кататься на такой скоростной трассе еще задаю федерации для развивать а для чего стоят бизнесмены ну вот как гарп она же ничего не дает а на эти деньги которые там выделялась раньше часто начали как-то делить между механиками кто делаться не раньше только 30 миллионов 10 миллионов демченко не молча на сани который неизвестно где находится потом и 40 миллионов на зарплату этим людям которые находятся федерации напросто все проще там делать ручку подымать за нее голосовать есть официальные документы я могу предоставить это то есть это несколько лет назад у них было заседание федерации на что-то требуется расходу со средства федерации и там купили две теннисных ракетки мячи палатку но еще там не по вручный все прочее остальное это нормально развитие федерации ну вот а самое главное надо сделать так как вот у нас начинался весь спорта восемьдесят втором году была объединенная федерация сани бобслия алексей был страшный тренер потому что все понятно что саночки катаются с мало с маленького возраста а бобсли тогда раньше был с 18 сейчас 16 лет вот и надо чтобы саночки которые там мягко говоря поздравить потупи бобсли ну вот тупо быстрее бегать скелетон саночки которые очень умны только в санях встали это напросто такой принцип и если хотите чтобы было развитие у него такое предложение юрий александрович поставить президентом а наталья гард сделать ответственность за деньги и из такой дуэт мне кажется приведет наши санки